На оперативное совещание с главами поселений в этот раз были вынесены вопросы ЖКХ и развития инфраструктуры муниципального образования. В частности, дороги, уличное освещение, доступная среда, вывоз мусора. А еще Алексей Валов сообщил о перспективах развития сферы дошкольного образования. Благодаря поддержке губернатора внесены изменения в госпрограмму, и еще семь детских садиков будут построены в ближайшие три года. Сад на 200 мест появится в школу номер один, сад на 125 мест в микрорайоне Финский, на 190 в микрорайоне Богородский, на 150 на улице Центральной, на 50 в микрорайоне Бехчеванжи, на 200 в деревне Оболдина и на 140 в микрорайоне Чикаловский. Заметным событием в жизни Щелкова станет открытие комфортного движения по старому мосту, вернее его обновленной части. Работы завершатся до конца года. А также Алексей Валов озвучил, казалось бы, уже забытую идею строительства надземного пешеходного перехода на самом оживленном перекрестке города, Пролетарский проспект, улица Талсинская. Оказалось, не такая уж она и забытая. Мы рассчитывали на то, что его начнет строить, соответственно, инвестор частный, но увидим, что эта работа тормознулась, поэтому пойдем по пути государственной программы. Поручил всем моим профильным специалистам плотную над этим работой для того, чтобы выйти в следующем году уже на физическое исполнение работы. Анализируя исполнение обращений жителей на портал Добродел, замглавы администрации по ЖКХ Наталья Ефимченко отметила, что среди управляющих компаний появились как лидеры, так и антилидеры. С кем у нас проблемы, кто у нас плохо работает и в Доброделе и Горячей линии, мы постоянно держим вопрос на контроле. Это управляющая компания Перспектива и Ресурс, а должна отметить, что значительно улучшил свою работу ДЭС по закрытию Добродела и по реагированию на Горячую линию. Продолжается реализация программы «Светлый город». Наталья Ефимченко особо отметила поселение, которым за счет программы удается не просто менять опоры и светильники, но и строить новые линии уличного освещения. Это Фрянова, Загорянка и Гребнево. Во всех поселениях продолжается оборудование контейнерных площадок под раздельный сбор отходов. А в связи с переходом этой работы в ведение регионального оператора «Хартия» и сами площадки должны быть приведены в соответствии с требованиями закона о благоустройстве. У нас с 1 января приходит «Хартия». В соответствии с этим я попрошу на территориях, на своих главах городских и сельских поселениях, прошу вас приступить к ремонту контейнерных площадок и до оборудования их. Чтобы у нас к 30-м числам контейнерные площадки были приняты вводщиком «Хартия». По итогам третьего квартала Щелковский район занял первое место в Московской области по реализации программы «Доступная среда». В то же время замглавы администрации Юрий Родионов отметил, что не торопятся выполнять требования федерального законодательства владельцы объектов торговли и банковские учреждения. Реестр нарушителей передан в прокуратуру для реагирования. Юрий Родионов рассказал и приятные новости. Готов проект творческого центра для детей «Изобретариум». Порядка 90 миллионов рублей будут выделены на реконструкцию и оснащение центра «Лесная сказка» в микрорайоне Чкаловский. Получено согласование фасадов главы архитектуры Московской области и выбран вариант с утепленным метелируемым фасадом. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова